Сегодняшнее укрепление индекса американского доллара давит на многие валютные пары. И это было предсказуемо, однако многие участники рынков оказались к этому не готовы. Что касается важных новостей, то в первую очередь стоит обратить внимание на негативные изменения уровня занятости в Австралии. Увеличение числа безработных наверняка отобразится на курсе австралийского доллара, чего нельзя сказать о японской иене, где сегодня также были опубликованы некоторые макроэкономические показатели, но они оказались лучше прогнозов. На графике мы можем видеть, что индекс доллара USDX в эту азиатскую сессию значительно подрос до отметки 90.10. И это было в рамках наших прогнозов. Но что повлияло на это? Все дело в ожиданиях сокращения программы покупки гособлигаций, что привело к росту американского доллара против евро и британского фунта. Некоторые представители Федеральной резервной системы США отметили, что уже скоро начнутся разговоры о постепенном даже снижении программы выкупа облигаций, уточнив, что экономика все еще далека от своих целей. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы поддержать американский доллар, который укрепил свои позиции против ряда рисковых активов, продолжив нисходящую коррекцию. В краткосрочной перспективе нас ожидает небольшое снижение после вчерашнего резкого всплеска, предположительно от отметки 90.10 до 90.00. Это и есть ближайшая цель индекса доллара США. В то же время пара доллар-иена вчера подросла на 33 пункта, благодаря общему укреплению доллара. Но у пары есть серьезный противовес – снижение фондовых рынков. Вчера S&P500 снизился на 0,29%. Однако падение индексов, начавшееся 10 мая, происходит неровно и пока нет уверенности даже в крупной коррекции. Поэтому доллар против иены чувствует себя более-менее уверенно. Более выраженное падение фондовых рынков потянет за собой и иену. В текущую азиатскую сессию котировки валютной пары вышли на уровень 109.15. Диапазон неопределенности по паре расширяется до 108.35 и 109.97 из-за ситуации на американском фондовом рынке. Но даже выход цены на верхнюю границу 110.00 не решает проблему и не открывает новый виток ослабления для иены. Так как по Японии сегодня вышли положительные макроэкономические показатели. В частности, вырос объем импорта, экспорта и сальдо торгового баланса. Все эти значения за апрель оказались лучше прогнозов. Вчера австралийский доллар снизился к уровню закрытия 12 мая, когда он обвалился на 112 пунктов на фоне падения сырьевых рынков. Идейно австралиец завершил коррекцию от того падения и теперь готов к дальнейшему снижению. Цена преодолела промежуточный уровень 0.7735. Далее на пути пары AUDUSD расположен второй промежуточный уровень 0.7690, под ним первый целевой уровень 0.7641. Поводом для снижения австралийца являются в том числе негативные данные по уровню занятости в Австралии.